Вице-губернатор Московской области Михаил Кузнецов предложил проводить встречи антинаркотической комиссии два раза в месяц, а также рассказал о возможности создания небольшого проектного офиса в Одинцово. По его словам, в состав рабочей группы могли бы войти несколько директоров местных школ, а также волонтеры и общественники, чтобы отслеживать, как обстоит ситуация в молодежной среде. Как отметил в ходе заседания комиссии глава района Андрей Иванов, одной из форм профилактики наркомании может служить социально-педагогический подход. Это, прежде всего, внедрение обучающих практик и подготовка психологов для профилактики наркомании среди учащихся, а также активизация и скоординированные действия волонтеров, социальная реклама и реабилитация. Считаю, что культуру здорового образа жизни необходимо прививать с самого раннего возраста, и в Одинцовском районе все образовательные учреждения ведут такую целенаправленную профилактическую работу. Для определения, прежде всего, основных направлений работы необходимо опираться на статистику и понимать нашу совластную картину. Глава района также подчеркнул, что в рамках обучающих семинаров, организованных Главным управлением региональной безопасности, совместно с администрацией губернатора прошли обучение семи волонтеров и пяти специалистов-психологов. Их силами проведено более ста интерактивных уроков в образовательных организациях района. Кроме того, в муниципалитете функционирует общественная организация «Победа жизни». На выездном заседании антинаркотической комиссии Московской области также был рассмотрен опыт Захаровской школы, которая успешно ведет работу по организации спортивного и творческого досуга обучающихся. Более 10 лет назад на базе учреждения организовали дополнительный спортивный зал, секции и кружки, которые сейчас охватывают 100% школьников. Такую практику планируют вести во все школы Одинцовского района. Спасибо.